Привет-привет! Меня зовут Анна Кафарина и вы на моем канале YouTube. В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как одеться зимой стильно, современно и при этом не заболеть. Итак, первое, с чего хочу начать, это, конечно же, платья и юбки. К сожалению, большинство девушек с приходом холодной осени и дальше зимы перестают надевать платья и юбки, ссылаясь на то, что холодно, боятся простудиться и поэтому переходят вплотную на брюки, штаны, джинсы, все что угодно, но только не юбки и платья. Мое мнение, что это совершенно неправильно, есть множество способов, как носить зимой платья и юбки, не заболеть, выглядеть женственно, элегантно и нравиться себе и окружающим. Многие дизайнеры предложили нам в осенних коллекциях вариации на тему утепленных юбок и платьев. Например, это юбки и платья, сделанные из утепленной ткани, что-то вроде как используют ткань на подстежках. Поэтому закупайтесь, утепляйтесь и будьте стильными. Вторая классная вещь, о которой хочу рассказать, это ультратонкие пуховички. Их выпустили уже давно, многие дизайнеры взяли в свой оборот и используют их уже не первый год подряд. И это замечательная альтернатива пуховикам и курткам, которые мы носим чаще всего зимой. Потому что осенью прекрасно можно выглядеть в пальто, но с приходом холодов в пальто становится холодно. К сожалению, зимние утепленные пальто смотрятся несколько кургуза, что ли, и не очень красиво ложатся по фигуре. А если вы возьмете осеннее свое пальто, наденете внутрь вторым слоем пуховик, например, от Ямникло, то вы будете согреты, вам будет тепло, и при этом вы будете выглядеть стильно. Пуховички такого фасона, формата есть у многих дизайнеров в любой ценовой категории. От магазинов совсем недорогого масс-маркета до премиальных брендов. Поэтому каждый может найти себе по цене, по вкусу пуховик любого цвета под любое пальто, под любую одежду подходящему. И, кстати, для девушек, кто любит платье, вот возвращаясь к предыдущим моим словам, могу сказать, что есть не только короткие пуховики, есть и длинные, такие же ультра-тонкие, как пальто, они без горла. Также точно надевайте их под свое длинное пальто, и вы можете носить обыкновенные свои платья, в которых вы ходили осенью, весной, летом, и вам будет тепло, и замечательно вы будете себя в них чувствовать. Ну и, конечно, никто не отменял любимые теплые колготки. Понятно, что зимой нужно использовать колготки максимальной толщины, то есть это от 150 ден, а лучше выше, и использовать колготки из шерстяных материалов, ну или с преобладанием шерсти. Есть колготки с гусиным пухом, леггинсы, если вы любите носить сапоги, и колготки по какой-то причине зимой толстые, вам неудобны. Можете использовать леггинсы, надев их на свои обычные привычные колготки, таким образом, как в детстве надевали ритузы, сегодня леггинсы утепленные, и вам никакие морозы нипочем. Ну и, конечно, не забывайте о том, что шарфы, палантины, перчатки, шапки тоже нужно использовать из натуральных материалов, потому что акрил, каким бы он ни был приятным на ощупь и красивым, не греет так, как натуральные материалы. Поэтому не пожалейте денег и купите себе хороший, теплый, базовый шарф или палантин и шапку на зиму, чтобы использовать их, когда морозы опустятся до температуры, когда уже вообще совсем не хочется выходить из дома. На сегодня все. В следующем видео я расскажу вам о самой стильной верхней одежде на зиму, как ее носить, где купить. Одежду, представленную в сегодняшнем видео, ссылки на нее я оставлю в описании. Не стесняйтесь, переходите, будьте стильными в любые морозы. Очень была рада, что вы сегодня были со мной. Всех целую. Пока-пока.